Сальвета Амики, с вами читающая Катарина, и сегодня я хочу подвести итоги первой половины 2020 года. Начнем с буктюбных, блогерских всяких вот этих тем, потому что в начале июля стукнул ровно год с тех пор, как я вернулась к регулярному ведению канала и еженедельному выкладыванию видео. Год назад у меня было около 90 подписчиков, и я очень рада тому росту, который со мной произошел за этот год, и значительная его часть пришлась как раз на первую половину 2020 года. Это все было бы невозможно без вашей поддержки, я очень благодарна и признательна вам за ваши комментарии, за то, что вы делитесь своими впечатлениями, даете мне книжные советы и просто участвуйте в этом нашем книжном празднике, потому что обсуждать книги, говорить про хорошую литературу, это то, зачем нужен буктюб, и это то, для чего мы здесь все для вас вещаем. Ну, в смысле, книжные блогеры. Также за эти полгода я попробовала новые форматы, в частности, я провела марафон недели чтения и 24 часа чтения. Не все, конечно, прошло гладко, но я, по крайней мере, теперь знаю, как это делается, и с удовольствием буду снимать дальше. Сейчас я все еще подкапливаю силой после окончания семестра, но у меня много-много планов впереди. За эти полгода я также острее осознала свои зоны роста, над чем мне надо работать, с какими проблемами я столкнулась и как мне нужно их решить, я постепенно буду стараться с ними справиться. Теперь давайте вернемся к книгам. Сначала немножко статистики. В этом году на свой книжный вызов на Лайвлибе я взяла себе прочитать 100 книг. За первые полгода я прочитала 53, чему безумно рада. За эти полгода я купила 61 книгу. Что меня радует, так это то, что количество прочитанного и количество купленного не то чтобы очень сильно друг от друга различаются. И меня это очень сильно греет, потому что я сама себе часто говорю, что вот ты покупаешь дофига книг, но ты читаешь столько, сколько ты покупаешь. Я почти столько, сколько покупаю, читаю. Из купленных книг я прочитала уже 14 и, наверное, могло быть больше, но, по-моему, для меня это отличный результат. Это около четверти, получается, от купленных. Да. И теперь мне, наконец-то, хочется ответить на вопросы mid-year freakout... Нет. Нет. Mid-year book freakout tech. Еще короче, наверное, на англоязычном BookTube придумать не могли. Первый вопрос. Лучшая книга, которую ты прочитал в 2020 году? Ну, я не могу прям одну выбрать, потому что было очень много хороших, классных книг. Если мы говорим про фэнтези, то я однозначно называю «Сарантийскую мозаику». Гая Геврилла Кея про нее я рассказывала в мае. Если говорить про современную литературу, то это будут вот эти две книжечки. Это «Тайная история» Доны Тарта и «Стоунер» Джона Уильямса. Вот, они мне очень-очень понравились, и они мне запали в самую душу, и очень-очень мне близки. Вот, поэтому я назову их лучшими книгами. Что касается нонфикшена, то у меня в этом полугодии было очень много потрясающих нонфикшен книжек. И выбирать какую-то одну, это, по-моему, совершенное кощунство, потому что если я выберу одну, то я не отдам эти лавры какой-то другой хорошей нонфикшен книге, а мне хочется отдать практически все. Я думаю, что если все-таки выбирать, то я номинирую четыре книги. Первая книга — это «Зачем мы спим» Мэтью Уолкера. Читала в январе книга о том, собственно, зачем мы спим, что такое сон в нашей жизни, почему он для нас важен. И это практически теперь мое настольное пособие. Я, правда, очень хорошо помню очень многие вещи, которые я отсюда прочитала, поэтому обращаться часто нет необходимости, но я после этой книги очень внимательно стала относиться к своему сну. Следующая книга — это «Праведный палач» Джоэла Харрингтона от издательства Alpina Nonfiction. Не знаю, почему-то с этой книгой у меня какие-то особенные чувства, я даже делала отдельный обзор на нее. Следующая книга, у меня, к сожалению, сейчас ее нет на руках, потому что я дала ее почитать, это «Как называются женщины» Ирины Фуфаевой. Это совершенно прекрасный нонфикшен про русский язык и про феминитивы в русском языке. И четвертая книга — это «Золотая нить» Кассия Сенклер, прочитала ее совершенно недавно, и это была потрясающая одиссея по миру и истории тканей, поэтому тоже она совершенно прекрасна. На самом деле, я уже миллиард раз рассказывала про вот эти книжки, которые показываю, но если книжка хорошая, про нее можно говорить не один раз, а много и десятки раз, и всем-всем-всем советовать и говорить, что читайте, читайте, это совершенно чудесно. Я на самом деле очень люблю говорить про хорошие книги, про те книги, которые мне полюбились. Гораздо больше, чем про книги, которые мне не понравились. Поэтому этот вопрос совершенно прекрасен, я очень-очень-очень рада. Второй вопрос — это лучший сиквел, лучшее продолжение, которое ты прочитал за вот этот кусочек 2020 года. Что касается меня, я закончила сагу о видящих Робин Хопп, я прочитала последнюю книгу, и «Странствия убийцы» расставили очень многое для меня по своим местам. Если после второй книги у меня были очень смешанные впечатления, то после третьей я окончательно влюбилась в эту историю и прочувствовала вот этот вот писательский, творческий гений Робин Хопп, потому что это очень круто и очень мощно. Я уже несколько месяцев пытаюсь собраться и начать читать Робин Хопп дальше, но что-то я торможу немножко. Третий вопрос — новинка, которую ты еще не читал, но очень хочешь. Для меня это, наверное, «Дни нашей жизни» Микиты Франко про мальчика, который воспитывается в однополой семье в России. И эта книга имеет огромное не только культурное и литературное значение, но и социальное, поэтому мне она интересна, в том числе по этой причине, поэтому тоже вам рекомендую обратить внимание. Далее мне бы хотелось познакомиться с Каллигулой Саймон Терни. Я вообще ничего не знаю про эту книгу, но это опять ритейлинг, значит, наших всех античных сюжетов. А где есть античность, там должна в какой-то момент оказаться Катарина, потому что эти вещи, они идеально друг другу подходят. Далее мне бы очень сильно хотелось прочитать новинку от Alpina Nonfiction «Золушка и стеклянный потолок». Две комедиантки пересказывают всем известные сказки, делая это с точки зрения современной актуальной повестки, добавляя туда феминизм, избавляя сказки от абьюзеров, в общем, делая их действительно сказками, на которых можно поучиться чему-то хорошему. Потому что когда красная шапочка начинает разговаривать с незнакомцем-волком в лесу, это явно не то, чему нужно учить детей в современном обществе. Да и на самом деле в любые времена, наверное, разговаривать с незнакомцами — это для детей, это не очень хорошая идея. В общем, это актуальный ритейлинг всем известных сказок. Далее мне хочется прочитать «Трансметрополитен». Это графический роман, и я надеюсь, что мы сможем поговорить с вами про комиксы и про мои ближайшие комиксные планы в одном из следующих видео, поэтому сейчас не буду распространяться, просто это та новинка, которую я хочу прочитать. И на этом мы еще не заканчиваем. Есть классная книжка от издательства от Маргина, называется «Бредовая работа» Дэвида Гребера. Эта книжка выросла из эссе автора, в котором он рассматривал то, насколько мы ежедневно выполняем работу, которая имеет хоть какой-то смысл для общества. То есть это рассуждение о том, насколько наша деятельность и некоторые профессии, насколько они вообще значимы и имеют смысл. Вот мне кажется, что это будет интересно. Далее мне хочется прочитать очень сильно, и чем дальше, тем сильнее. Это еще одна книжка от Alpine Nonfiction, Полина Лосева, «Против часовой стрелки», про старение. Еще одна книжечка от Alpine Nonfiction, это Андрей Ланьков, «К северу» от 38-й параллели. Это про жизнь в Северной Корее. Четвертый вопрос. Самые ожидаемые новинки, которые выйдут в второй половине года. Тут нужно сказать про две книги, которые уже как бы должны были выйти, но их все откладывают, откладывают, откладывают. И это Кристель Дабо, четвертая книга из ее цикла «Сквозь зеркала» и «Республика дракон» Ребекки Куанг. Обе книги до сих пор находятся в стадии предзаказа на июль. Июль, правда, еще не закончился, еще половина месяца. Но вот чем дальше, тем дальше это все отодвигается, поэтому кто знает, когда эти книжки вообще выйдут. Еще я очень жду, когда Корпус издаст вторую книгу Мадлен Миллер «Церцею». Про песню Ахилла я за поем рассказывала в начале года, и эта книга мне очень сильно полюбилась. И я с удовольствием прочитаю вторую работу Мадлен Миллер, поэтому Корпус я жду. Эти три книжки выходят вот в каком-то ближайшем обозримом будущем, а как бы чего ждать осенью, я понятия, если честно, не имею. Посмотрим ближе к делу. Пятый вопрос. Самое большое разочарование. Я не люблю говорить про книжки, которые мне не нравятся, и в этом полугодии, наверное, не было книг, которые прям вот реально можно назвать разочарование. Я читала несколько книжек в таких жанрах или направлениях, как «Ромфант», «Такие легкие романтические истории» и «Янка Даут». И эти книги в рамках своих направлений были норм. То есть, если мы не меряем «Ромфант» по критериям, которые мы применяем к оценке, например, классики, то тот «Ромфант», который я читала, он был как бы нормальным для «Ромфанта». И я получила от этих книг то, что я ожидала. Поэтому говорить, что, не знаю, «Янка Даут» книжка меня разочаровала, в то время как я пытаюсь применить к ней критерии, которые я применяю для анализа произведений других жанров, это немножко странно. Поэтому ни «Ромфант», ни «Янка Даут» меня не разочаровывает. Это книги в своем жанре написаны, и я от них получаю то, что я ожидаю получить. Но были книжки, которые меня расстроили. Я не могу сказать, что это было разочарование, но у нас с ними явно не сложилось. Это «Над пропастью вожи» Селинджера и «Дюна» Фрэнка Герберта. Обе книги являются такими признанными классическими произведениями в своих жанрах, соответственно. И я ждала чего-то, видимо, не того, что я от этих книг в итоге получила. Это не то, чтобы разочарование. Это просто не мое. Мне не понравилось. Вот так вот, скажем. Да, это «Над пропастью вожи» и «Дюна». Шестой вопрос, самый большой сюрприз. Для меня, человека, который не очень читает комиксы и графические романы и все прочее, хотя всю юность очень увлекался мангой и всей этой темой, на удивление мне в начале года, в январе где-то, зашла книжка «Мой брат Уолт Дисней» «Олесио де Санте». Это совершенно чудеснейший комикс, который рассказывает, как бы, о тандеме братьев Диснеев, как они строили свою империю в самом-самом ее начале. И я прочитала за поем, мне безумно понравилось. И, наверное, именно эта книжка, это та причина, почему мне хочется продолжить знакомство с комиксами и почитать что-нибудь еще. Седьмой вопрос, новый любимый автор. Ну, мне бы хотелось сказать, что «Донна Тарт», но я не уверена, что мне, как бы, автор так же сильно импонирует, как сымпонировала сама «Тайная история». Поэтому тут я буду осторожнее, но вот, если мы оцениваем любимого автора как, не знаю, автопокупаемого, авточитаемого, то я бы назвала сюда для меня личное открытие, это «Салли Руни». Я с удовольствием прочитаю второй, точнее, первый ее роман, который у нас выходит вторым, «Разговор с людьми». И очень-очень его жду, потому что нормальные люди мне очень понравились. Восьмой вопрос, новый литературный краш. Я вообще не тот человек, который читает литературу и ищет там крашей или врагов. И вот я не испытываю таких вот сильных эмоций по отношению к персонажам в книгах, но я подумала, что, наверное, я могу кое-кого выделить. Во-первых, это Томас Сенлин из «Вавилонских книг». Это такой персонаж, немножко не от мира сего, немножко инфантильный, и он как бы жил в своем привычном и уютном мирочке, его выталкивают в совершенно неприятную и враждебную для него среду, и он пытается как-то, не знаю, изменить, что ли, свой характер. Но он такой вот лопушечка, вот, поэтому я очень ему сопереживаю. И хотя это не всегда просто делать в ходе чтения «Вавилонских книг», но как персонаж, вот в таком вакууме, да, в отрыве от истории, мне он очень импонирует, поэтому это, значит, мой первый краш в этом полугодии. Второй краш, допустим, будет Кай Криспин из «Сарантийской мозаики». И это очень талантливый человек, простой, честный, искренний, ему можно довериться, и он тоже не хочет иметь дело с какими-то большими событиями, ему просто хочется делать то дело, которое он делает, и мне очень это импонирует, и вот он прекрасный. И я думаю, еще одного человека можно сюда отнести, это Финрад Филагунд из «Семь риллиона». Вот этот человек вообще, точнее, этот эльф, это вообще булочка с коричкой, и я больше ничего не буду говорить, потому что он лапушка. Девятый вопрос. Новый любимый герой. Я не очень понимаю, как это соотносится с предыдущим вопросом, они должны пересекаться или не должны пересекаться, в чем вообще разница. Допустим, я сюда отнесу героя, с которым я очень хорошо могу себя ассоциировать, но я, наверное, не смогу рационально объяснить, почему это так. Но, наверное, это будет герой вот этой книги, Стоунер, потому что он прожил жизнь, дело, любимое дело, и даже несмотря на то, что жизнь у него сложилась, наверное, не очень, он не был в ней несчастен, потому что у него было любимое дело. И в этом смысле мне, наверное, хотелось бы походить на Стоунера и, да, следовать его проторенной тропинке, которая описана в этой книге. Десятый вопрос. Книга, которая заставила тебя плакать. Я не тот человек, который плачет над книгами, вообще это редкость большая для меня, но у меня очень сильно щемило сердце от красоты истории и от какого-то трагизма, который в ней присутствовал, когда я читала «Франтийскую мозаику». Вот это, наверное, было самое близкое к слезам, что я когда бы то ни было испытывала при чтении книг. Еще у меня наворачивались слезы на глаза, но скорее фигурально, нежели чем буквально, когда я читала описания жестокостей, которые были в «Снежном цветке» и «Заветном веере» Лизы Сим. Одиннадцатый вопрос. Книга, которая сделала тебя счастливым. Я бы сюда отнесла почти весь прочитанный нонфикшен в этом году, и я думаю, что первый том «Мечтателей Бродвея» «Малеки Фержух», про который я рассказывала в «24 часах чтения», это вот такая книга, в которой, не знаю, мне кажется, эссенция счастья заложена, там она очень хорошо поднимает настроение. Двенадцатый вопрос. «Самая красивая книга, которую ты купил в этом году или получил в подарок?» Наверное, одна из них у меня сейчас на даче, я не могу ее показать, это «Тайная жизнь цвета» с Кассией Сенклера. Она потрясающе красивая, я ее листала в покупках в июньских, наверное, где-то там. Поэтому, если вам интересно, обязательно посмотрите. Еще, я думаю, что красивая книга — это «Мифологии» Эдит Гамильтон. И еще две книжки, которые я никогда вам пока еще не показывала, и я пока не очень знаю, в какой формат мне хочется их писать, но покажу сейчас, потому что они действительно очень красивые. Это, знаете, детские книги, вот, две. «Римский дневник», «Записки Элеоны из Метилены», и «Египетский дневник», «Записки Нехта». Это книги из серии от двух авторов Ричарда Плата и Дэвида Паркинса, один из них автор текста, другой автор рисунков. Вот, в общем, здесь очень большие иллюстрации просто на всю страницу, их очень интересно рассматривать. Иллюстрации несколько специфичные, на мой взгляд, потому что они достаточно натуралистичные, и как бы люди нарисованы вообще не идеализировано. И в этом смысле я не знаю, вот, как бы, давать эти книжки детям или нет, но это, наверное, для отдельного видео я расскажу свои мысли по этому поводу. Но сами книги, ну, действительно очень-очень красивые, и... Ну, вот, посмотрите. Вот, их надо листать, мне кажется, отдельно, они действительно здоровские. И я думаю, что к красивым книгам, которым я обзавелась в этом полугодии, можно отнести еще несколько комиксов, но про комиксы я обещала говорить отдельно, поэтому сейчас не будем. И тринадцатый вопрос, какие книги ты должен, обязан, дочитать до конца года? Ну, для меня, наверное, этот список не очень большой, мне обязательно нужно закончить мой марафон 12 книжных кирпичиков. До сих пор я иду очень хорошо, один месяц, один книжный кирпичик. Я, правда, выбираю по своему желанию, а не вытягивая себя случайно, потому что мне хочется немножко вписать это в мои планы на месяц, поэтому я выбираю сама, ну, в общем, ладно. До сих пор я каждый месяц исправно читала одну книгу из моих книжных кирпичиков, и мне нужно точно так же хорошо закончить год. Кроме того, я надеюсь, что я все-таки прочитаю все свои сто книг, которые были заявлены в книжном вызове, и, наверное, все. На этом какие-то обязательные вещи заканчиваются, далее уже я даю себе полную свободу выбору. Да, кстати, я бы еще хотела прочитать несколько книжечек из лонг-листа премии Просветителей, я про это тоже все рассказывала, и смотрите видео, которые вышли раньше. На этом, наверное, моя обязательная программа до конца года закончена. Я, на самом деле, сейчас, пока подводила итоги, поняла, что я очень даже довольна своим полугодием, потому что книжек много. Я ведь прочитала 53, то есть за полгода даже больше, чем половина моего книжного вызова. Это очень хорошо. Я прочитала много реально хороших книг. Очень низких оценок я вообще не ставила за эти полгода, по-моему, на лайв-либе, что чудесно, совершенно чудесно. Я не так много времени проводила, занимая мозги прослушиванием Рамфанта. В прошлом году процент был гораздо больше, по-моему, и в этом полугодии я больше читала чего-то более серьезного. С другой стороны, я пробовала некоторые жанры, которые немножечко не мои, тратила на них время, но это тоже расширяет мой читательский опыт, поэтому я не отказываюсь от полезности такого чтения. Так что, в целом, я готова. Я довольна итогами своего полугодия. Расскажите, пожалуйста, про свои. Сколько книг вы прочитали? Может быть, самая лучшая книга и самая худшая книга? Ответьте на вопросы этого тега в комментариях. Будет здорово, чтобы как можно больше людей поучаствовало. Вот, я всегда с удовольствием читаю ваши комментарии, так что не стесняйтесь, пишите. На этом сегодня все. С вами была читающая Катарина. На этом канале мы разговариваем про книги, историю и чтение. До скорейших встреч в Балете Амике!